Узлы, которые нас связывают на самом деле, это семейные узлы, об этом много говорится. Но это происходит в современном мире потому, что мы неправильно понимаем духовную науку. И тот, кто правильно понимает, это духовный учитель. И исходя из того, что мы неправильно понимаем, у нас неправильная практика. И Шрила Пруппада, он говорил, что просто добавьте в свою жизнь Кришну. И какие-то очень резкие телодвижения, они возможны только если опросят нас об этом гуру. А так надо идти потихоньку, если взять период проповеди Шрила Пруппады, то там были несомненно очень резкие движения. Допустим, Праборишну Мхарадж, он уже планировал жениться, но его попросили принять Саньясу. Мягко говоря, попросили. И он принял Саньясу, сходя по просьбе своих старших духовных братьев. И очень много лет проповедовал. Но такие движения, даже в Искон, сейчас существуют ограничения, чисто возрастные по части Саньясу, потому что, чтобы люди были хоть как-то к этому процессу готовы, разумеется, в 20 с чем-то лет принятие Саньясу это большой-большой подвиг. И также можно посмотреть, что у Шрила Пруппады не было какого-то особого выхода, потому что ему нужно было развивать движение, и для этого ему нужны были Саньяси. Но мы можем видеть, что... Касаем Мхарадж как-то говорил, что треть за всю историю Искон, треть всех Саньяси, она сохранила свой статус. И если мы имеем благословение Духовного Учителя, то, несомненно, у нас все получится, несмотря на то, что нас будут не понимать, нас будут не принимать, мы всегда будем каким-то очень странными для большинства жителей этого мира, потому что большинство людей не интересует слушание о Боге. Очень часто Шрила Пруппады приходил в Индию в какие-то кафе и предлагал людям послушать о Боге. Мы говорили, нет, нет, только не об этом. О чем угодно, только не о Боге. И поэтому, когда мы пытаемся проповедовать, то нам всегда говорят, ну, почему опять о Боге? Почему? Расскажи что-нибудь интересное, веселое. Но мы пытаемся сделать то, о чем нас спросил Духовный Учитель, о чем нас спросил Шрила Пруппада. Мы пытаемся всем напомнить о том, что в этом сложном, тяжелом мире нету счастья, потому что на самом деле то, что мы понимаем под счастьем, он на самом деле это больше похоже на уменьшенную дозу страданий, чем на счастье. И вот к нам пришел знамечательный представитель Чьего, Нарады Муни. И люди думают, что они могут наслаждаться в этом мире, но иногда им позволяется немножко более комфортная камера, чуть-чуть с какими-то поблажками, но камера остается при этом камерой, и ничего совершенно не меняется от того, что она более комфортная, что там поставили телевизор, кондиционер, камера и в Африке камера. И людям на самом деле очень сложно понять, что это так неслучайно. Шрила Прупада множество раз в своих книгах говорит, я не есть это тело, я не есть это тело, я не есть это тело, и невозможно понять, зачем. Сказал один раз, ну хватит, мы прочитали, мы запомнили, я не есть это тело. Но запомнить-то мы запомнили, вопрос, поняли ли мы это, если мы это осознали. Вот. А может, Адибурша пробудет, что-то напоследок скажет. Последний наш шанс услышать. Ну, хороший сомос, я бы вряд насладиться, если это является махапрасадом от наших замечательных божеств. Но проблема заключается в том, что человеческая форма жизни, она чрезвычайно редка. И никто нам не гарантирует, что в следующий раз мы не родимся обезьяной, комаром или собакой. Однажды, Шелепру Паде, кто-то сказал, что его устраивает рождение собакой, Шелепру Пада сказал, примите, пожалуйста, мое благословление, что это так произойдет. И понятно, что это так, наверное, уже произошло, исходя из периода просто. Но жизнь эта, если мы внимательно, даже аналитически пытаемся понять, это тело не предусмотрено для наслаждений. Мы приходим в гости, очень много разного просада вкусного, но мы немножко поели, и все больше не можем, а есть еще много и хочется, а нет, тело говорит, нет, хватит, хорошего понемножку, поел и будет. И все. Поэтому нам нужно понять, что для нас главное, а что второстепенное. Потому что, если мы поймем, что мы когда-то, как говорится, с незапамятных времен сделали ошибку, выбрав, захотев занять место Кришны, то мы должны понять, что мы должны осознать себя как вечные слуги Верховного Господа и приложить все усилия для того, чтобы вернуться к Нему, потому что нас очень ждет. И, конечно, вот эта вот картина из Брихады Бхагаватамриты, когда Гоб Кумар вернулся в Духовный мир и Кришна возвращался со своими коровами. И он услышал, что Гоб Кумар вернулся, он побежал ему навстречу, он упал в обморок, Гоб Кумар упал в обморок. И Господу Балараме пришлось стать скорой медицинской помощью, приводить их обоих в чувства. И потом Кришна, когда пришел в чувства, он сказал, я так долго тебя ждал, я искал повода, чтобы тебя забрать сюда, но ты не давал этого повода. И вот если мы начнем давать поводы Кришне, то мы скоро окажемся в обществе. Может, что-то добавите? А вот в Верховном мире... Откажите микрофон, что надо записывать. Источник всех наслаждений этого мира. А в этом мире мы имеем изысканное тонкое наслаждение в форме философии, которая часто требует подготовки и напряжения каких-то более тонких чувств. А где... Есть ли это наслаждение, скажем, на Гулакавриндаване? По-моему, там они пасут коров, танцуют, а вот тонкой, возвышенной формы сложной философии. Как они там присутствуют? Они там живут, как дети. Насколько я понимаю, это на самом деле не мой уровень обсуждать то, что есть вообще в духовном мире. Но... Может быть, Сидарта пробу нам поможет разобраться с этим. Но... Они там живут, как дети. Они едят, пасут коров, гуляют, развлекаются. Но на самом деле они все каким-то тем или иным образом служат Кришне. Вот Сидарта пробу вот тут Адипуржа пробу спросил, а вам есть такой тонкий вид наслаждений философией? А вот в духовном мире есть философия? Философия это наука о том, как научиться любить. Духовный мир он соткан из этого. Как... Как... Есть один друг, он постоянно говорит, когда же, когда же мы Кришночку, Говиночку полюбим? Вот это... Когда же, да, это произойдет? Вот это, видимо, основа философии что надо вот его полюбить и тогда у нас все будет хорошо и все наши проблемы на этом закончатся. но пока мы полюбили только самого себя, проблем все будет больше и больше. Касательно, хорошо объясняю, что если мы большие, то много проблем. Когда мы становимся вот такие маленькими, проблемы с вами уменьшаются и становятся очень маленькими, и мы становимся более счастливыми, из-за того, то есть наши страдания тоже в этом мире уменьшаются, потому что когда мы большие, нам нужен очень большой дом, нам нужно пять машин, нам нужны еще какие-то вещи, которые совершенно непонятно, зачем они нужны, но на самом деле если на нашем пути встречаются такие личности, как Щелонарда Муни или его последователи, то нам необычайно повезло, потому что они расскажут нам о том, напомнят точнее о том, в чем мы забыли, мы много раз слышали, что Кришна Бог, что мы должны Ему служить и объяснят почему это так, также объяснят что нас ожидает если мы не будем это делать и Кришна есть Кришна не особо привязан к правилам материального мира, то есть создал эти все правила, но сам он не ограничен этими правилами, но есть единственная вещь которая да Кришна ограничен это свобода выбора живого существа Кришна никогда не принуждает никого ничего делать то есть он пытается нам нас научить тому как правильно себя вести но вот он не ему не нужны роботы в духовном мире то есть роботы роботы не живут в духовном мире роботы это изобретение материального мира и Кришна дает свободу выбора ну не хочешь ты можешь сам ну хорошо я пошел у меня куча дел если думаешь что можешь сам то ну давай давай вот сам я посмотрю за тобой что у тебя получится и когда я понимаю что я не могу сам что я маленький маленький шурупчик в большом мире когда я не понимаю сам понимаю что я не могу сам и смиренно прошу Кришна Кришна пожалуйста помоги Кришна Спаси как Драупаде она сначала держалась двумя руками за своей Сари потом одной рукой и Кришна где-то там был в дела занят но как только она отпустила две руки он сказал Харибол я тут он сразу оставил все свои дела и прибежал тот момент что мы говорим Господу Господь ну вот я в конце концов после многих многих жизней понял что я вообще твой пожалуйста защити меня то Кришна сразу же проявляется в нашей жизни и далеко не всегда сам мне не обязательно для этого самому проявляться но Кришна на самом деле он у него есть структура сложная управление материальным миром и единственное чего Кришна не доверяет никому это заботу о своих любимых вишнавчиках вот этого он не доверяет никому это он сам делает а все остальное вообще само действует что даже ему даже не приходится смотреть за этим потому что система до такой степени совершенно устроенная что все действует само по себе и система никогда не ломается все до такой степени продумано как правило если какая-то чем больше система чем чаще ломается но вот у Кришна такая система что она не требует ремонта не требует он построил один раз и есть те кто присматривает за тем чтобы что-то не отклонилось чтобы там если равна появился нужно что-то сделать если там помолиться или там симхадеф приходит иногда к нам и там но в основном полубоги занимаются с тем что все происходило по книжке сделал то-то получил то-то все полубоги Праматма контролирует исполнение этих законов но что когда касается его преданных Кришна не очень доверяет всем этим своим структурам он сам лично заботится каждым из преданных и к своему хорошо относить недавно рассказывал историю об ученике бакдистанта Сарасвати которого который попал кемараджу и он тут уже лежал там уже огонь был почти зажжен деревья все в руках него все как положено браумены ждали когда это все начнется когда можно поджечь и в это время он в своем тонком теле оказался в кемарадже кемарадж спросил ничего хорошего ты сделал в своей жизни он стал думать это не то это не то это не то о я получил посвящение у бакдистанта Сарасвати кемарадж задумался и тут появился сам бакдистанта Сарасвати и говорит я тебе даю новый шанс типа иди прими посвящение у моего такого-то ученика и начни серьезно практиковать сознание Кришны и в общем он так из этого почти зажженного огня вскочил и побежал все были абсолютно шокированы тем что произошло потому что уже была констатирована смерть все закончилось а тут он берет и бегает вот на этом наверное надо закончить может быть есть вопросы замечания комментарии можете еще по поводу философии на Гулок Авриндаване у нас в молитвах олицетворенных вед мы видим что олицетворенные упанишады и веды становятся гопи и в Брамасамхите мы видим что реальность Гулока Авриндавана это тоже олицетворенная философия наиболее возвышенная обычно вычленяют три части философии антология эпистемология и этика антология что существует эпистемология как понять и этика как действовать и в духовном мире мы видим что это все присутствует антология что существует Кришна как понять любить служить Кришне И он объяснит. А этика, как действовать? Действовать с любовью. И мы видим, что даже маленькая девочка, которая приходит в этот мир, десятилетняя, она становится рупой Госвами, дживой Госвами и пишет полмиллиона стихов наиболее изощренной, изысканной философии. То есть там философия проявляется в каждом шаге, в каждом слове, в каждом движении. Под каждым, там нет случайного движения, в основе каждого движения лежит самая возвышенная философия. А перевести её в слова, вот когда они приходят, они переводят её в слова, и мы пытаемся туда обратно вернуться. Мне кажется, философы в этом скучать не будут. Правильные философы. Философы и последователи решили право упадать. То есть вы не переживаете. Дай. Так что там, те, кто любят философию, у них не будет сложности в духовном мире. Есть ещё, может быть, у кого-то кто-то хочет что-то добавить? Дай. Хорошо, на самом деле, любовь, она делает абсолютно непонятные вещи. Мне недавно мой друг рассказывал, что он вообще из Беларуси, а живёт он в России. И к нему приехала мама. И мама непреданная. В общем, она вылила просто на них такое количество негатива, что они его не видели просто за предыдущие пару лет. И они уже не знали, что делать абсолютно. И они там думали вместе с женой, что делать вообще. Ещё маму будет почти месяц, мы же с ума сойдём. И они решили, что они должны служить маме. И, в общем, они начали, повели её там в салон красоты, и что-то сделали там. И, в общем, стали готовить её любимое блюдо, насколько это позволяет, вегетарианская диета. И мама просто там расцвела от их любви, которая была на неё вылет. Это, наверное, она не видела такого за всю свою жизнь, ей около 70 лет. И, как бы, до этого она говорила, ну вот, вы вообще не видите то, что здесь происходит. Вы просто заперлись в своём маленьком мирке. А потом она ему сказала, да, ваш маленький мирок намного лучше, чем наш большой. Так что, на самом деле, любовь, она может менять людей. Причём, даже если не идёт, ну, то есть, когда мы соответствуем тому, о чём мы проповедуем, то просто достаточно того, что просто люди с нами общаются, смотрят, и они от этого могут стать преданными. Я знаю несколько таких случаев, что люди просто ходили с кем-то из преданных, куда-то там, в гости, к друзьям и так далее. И даже такой случай я знаю в Днепре. И этот человек потом случайно выяснилось, что он повторяет 16 кругов уже, и всё уже у него хорошо. Вот, ну, надо заканчивать. Харе Кришна, если нет вопросов. Харе Кришна. Редактор субтитров. Харе Кришна.